В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале коротко об основных событиях. Гуманитарная помощь пострадавшим в Курской области была отправлена сегодня из Ленинского округа. Мы собираем новую одежду, продукты питания, сухие пайки. Около кинотеатра «Искра» провели мероприятие территории спорта. У нас хоккейная площадка, у нас есть по баскетболу, по большому теннису. В парке «Сосинки» состоялась очередная развлекательная программа для детей. Гуманитарная помощь пострадавшим в Курской области была отправлена сегодня из Ленинского округа. Груз доставят в Балашиху, откуда организованным конвоем он отправится в пункт назначения. Этот груз отправляется в рамках большого регионального гуманитарного проекта «Доброе дело», который был поддержан губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Гуманитарная помощь регулярно направлялась участникам СВО и мирным жителям новых регионов. В связи с известными событиями в Курске, сейчас мы собирали гуманитарную помощь в рамках этой акции и, соответственно, для жителей Курской области, которые находятся в пунктах временного размещения. Мы собираем новую одежду, продукты питания, сухие пайки. На территории Ленинского округа ведет свою деятельность движение «Волонтеры Подмосковья», которые активно занимаются сбором гуманитарной помощи. Неравнодушные жители приносят необходимые вещи в волонтерские пункты сбора. Так, благодаря совместным усилиям, за три дня удалось собрать около полутонны ценного груза. Сбор помощи будет продолжен. Министерством по содержанию территории Государственному жилищному надзору Московской области был организован форум «Безопасность детских игровых площадок» на базе одного из производств, комплектующих для детских игровых и спортивных площадок Санкт-Петербурга. Участие в мероприятии приняли более 60 человек. Среди них представители министерства, муниципалитетов региона в ранге не ниже заместителей глав администрации, а также руководители коммунальных служб Подмосковья. Наш сегодняшний форум, семинар, он посвящен безопасности детских площадок. На заводе нам рассказывают, как детские игровые площадки собираются, какие элементы крепежные используются, как правильно их содержать, как правильно эксплуатировать. Для сотрудников МБУ из более чем 45 городских округов Московской области была организована экскурсия по заводу, в рамках которой был продемонстрирован весь процесс изготовления деталей для площадок. Также участников познакомили с современными материалами и технологиями. Что касается безопасности и экологичности выпускаемых нами изделий, то здесь мы отдаем их в специальные лаборатории, которые проводят испытания на токсичность, на гигиену, на пожарную безопасность изделий, которая соответствует уже требованиям регламенту безопасности на детских площадках. В рамках деловой программы прошла лекция, на которой эксперты отрасли поделились знаниями в части оптимизации работы. Все участники могли задать спикерам интересующие их вопросы. В Подмосковье запустили горячую линию и портал по вопросам вывоза строительных отходов. Теперь по номеру 122-7 жители могут заказать вывоз строительных отходов на легальную площадку, а также получить консультацию по вопросам обращения с ними. На данный момент к этой работе подключилось уже порядка 40 компаний. Оформить вывоз мусора доступно и на портале строотходы.рф. Напомним, за выброс строительного мусора на контейнерную площадку предусмотрен штраф в размере до 70 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей для юридических. Напоминаем, что в баки и контейнеры у дома запрещено выбрасывать строительные смеси, доски, бревна, оконные рамы, кирпичи и блоки, рулоны старых обоев, керамическую плитку. Активный отдых в Ленинском округе пользуется особой популярностью. Около кинотеатра «Искра» спортивные организации муниципалитета представили интерактивную программу и шоу для детей и взрослых. Как жители провели время на спортивном празднике, узнала Инга Инчук. Фестиваль «Территория спорта» объединил как любителей активного образа жизни, так и новичков, желающих испытать себя и попробовать что-то новое. Мы проводим третий фестиваль спорта и здорового образа жизни «Территория спорта». Проводится он при поддержке администрации и торгов промышленной палаты Ленинского городского округа. Мы приглашаем здесь коммерческие, муниципальные и спортивные организации для того, чтобы каждый житель мог прийти и бесплатно попробовать разные направления. Каждого посетителя ждала обширная программа с конкурсами, эстафетами и с полноценными занятиями под руководством чутких тренеров. «Здесь можно мастер-классы пройти, можно сказать, по всем видам спорта. Также вот у нас хоккейная площадка, у нас есть по баскетболу, по большому теннису, много у нас художественной гимнастики, спортивной гимнастики. Но я думаю, каждый найдет на любой вкус и цвет. Мне самому хочется находиться здесь, и, соответственно, у меня даже семья сейчас подъедет вечером также принять участие во всех наших локациях». Для любителей командного спорта мастер-класс провел знаменитый российский баскетболист Тимофей Мозгов. Он научил желающих совершать точные броски, и ребята даже начали его обыгрывать. «Баскетбол – это моя любовь с детства, и стала моей работой. Пока дети меня обыграют, мне надо туда вернуться и показать им, кто тут все-таки мастер спорта международного класса». Для девочек нашлось не менее интересное занятие – мастер-класс по художественной гимнастике, где каждая смогла обучиться базовым движениям и выступить на большую аудиторию. «У нас очень насыщенная программа, и это и мастер-классы с разными предметами по художественной гимнастике, скакалка, обруч, мяч, булава, лента. На сцене будет проходить мастер-класс по разучиванию флэш-моба. Мы буквально за 15 минут выучим очень энергичный, красивый танец, который запомнится, я уверена, надолго». Тем временем на площадке у кинотеатра «Искра» расположился танцпол, где проходили занятия латиной. После кардиотренировок важно проверить, чтобы все показатели в организме были в норме. Это предлагалось сделать на одной из площадок, представленных на площади. «Мы делаем состав тела человеку, изучаем его тело, в каком состоянии на данный момент, мышцы, жир, вода в организме. Ребята представляют наш детский фитнес, эстафеты различные проводим». После проверки показателей здоровья можно немного расслабиться с помощью тайского массажа. «Тайский массаж, он эффективный и расслабляет. То есть пусть он такой сильный, но он классный». Фестиваль не остался без внимания людей, которые ведут активный образ жизни и регулярно занимаются спортом. Валентин Ткачев посетил мероприятие, чтобы увидеть тренеров из любимых фитнес-клубов. «Спорт настолько вошел в мою жизнь, что я без него не могу. И любое такое мероприятие я не могу пропустить. Здесь много моих тренеров будет присутствовать. И я буду рад видеть каждого и просто поприсутствовать на таком замечательном празднике». Больше 15 городских клубов представили своих лучших тренеров и воспитанников на площадке фестиваля здорового образа жизни. Территория спорта стала дополнительной мотивацией работать над собой и телом. Инга Инчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видно ТВ. В парке Сосинки прошла детская игровая программа. Посетили развлекательное мероприятие под названием «Мы за дружбу и мирное небо. Мальчишки и девчонки», предпочитающие проводить каникулы весело и познавательно. «Мы сейчас делимся с вами на две команды. Ведь дружба должна быть сплоченной. А в команде дружба просто необходима». «Мы разные, но дружба нас объединяет». Под таким девизом прошла очередная игровая программа в парке Сосинки. Провела мероприятие ведущая методист Дворца культуры города Видное Наталья Синица в образе веснушки. «В этом году мы по два раза в летние месяцы проводим на этой площадке в Сосинках. Потом у нас есть площадка в Центральном парке. На протяжении всего года мы там проводим мероприятия регулярно. Потом у нас есть свои мероприятия, которые мы проводим в помещении во Дворце культуры Видное. И, конечно же, у Центральной площадки у кинотеатра «Искра». Веселые конкурсы, но умение слаженно действовать в команде, эстафеты и викторины не оставили равнодушными мальчишек и девчонок. Все дружно принимали участие в веселых соревнованиях. Особенно ценят такие развлекательные программы для детей в парке, конечно, родители. Часто в парке бываем, в Расторгуевском, бываем в парке. Стараемся приходить, чтобы ребенок смотрел, развивался. Это очень здорово. На какой-то компании детской побыть, поиграть, выиграть на свежем воздухе. Да, это классно. Местная жительница Кристина Гостева всегда приходит в парк со своими детьми. Дочка Амелии и сыновьями – девятилетним Тимуром и малышом Львом, которому нет еще и года. Мы постоянно любим отдыхать в этом парке. Нам очень нравится, когда устроивают подобные мероприятия. И эти очень счастливы. Они как только слышат музыку, сразу со всех уголков собирают. Нравятся конкурсы тут, устраивают. Спрашивают загадки, вопросы задают. Сказочное путешествие в мир дружбы завершилось зажигательными танцами. И наверняка каждый участник праздника в этот день нашел новых друзей. Попробуйте покорить. Наталья Буслаева, Евгений Бех, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова